Ты снижайся. Март, давай, давай, давай. Старт данный стафета поколений началась. Главная особенность этого турнира в нем одномоментно участвуют спортсмены со всего Алтайского края разных возрастов от 9 до 70 лет. Это единственное в России соревнование, где новички выходят на дистанцию плечом к плечу с именитыми биатлонистами. И от вклада каждого зависит победа команды. Конкурентность очень высокая. Вот сейчас мне задать вопрос, кто победит, я не знаю. Потому что вот за бичан бегут два брата Кульдзюскина, оба чемпионы страны. Один по юношам, другой по молодежи. Там Дарья Домичек, брат Домичек, знаете, член сборной страны по юниорам. Эти соревнования, еще раз повторю, это и такая воспитательная еще составляющая. Потому что мы с ребятишками же беседуем, говорим об этой Великой Отечественной войне, рассказываем. Там, значит, какие-то примеры приводим. Юные спортсмены стреляют из пневматического оружия. Взрослые из малокалиберных винтовок. Для таких стартов очень важно, чтобы погода была благоприятной. Условие вообще отличное, полный штиль, только в такую погоду не грех хорошо стрелять. А поправка не нужна, да? Ну, на ветер нет, никакой поправки нет. Все, флажок, грубо говоря, на месте стоит. Здесь уже вопрос патриотизма, вопрос воспитания нашего поколения встает на первый план. И, конечно же, огромное спасибо тем организаторам, которые ведут этот турнир, делают его традиционным. Один из постоянных организаторов турнира – пивоваренный завод. Его директор по стратегии Александр Локти в следующем году планирует пополнить ряды участников эстафеты поколений вслед за своим отцом. А в этот раз золотые медали забрали бийские биатлонисты. Серебро и бронза за барнаульскими спортсменами. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.